Открыто новое средство от злокачественных образований. Ученые обещают лечить рак одним уколом. Не правда ли такие заголовки все мы видим в СМИ почти каждый день? Почему же тогда врачи до сих пор используют и доверяют проверенным методам хирургической операции, химию и лучевой терапии? Об этом в ближайшие полчаса. Меня зовут Инна Сапанченко. Здравствуйте. Это программа «Звоните доктору». Сегодня дежурный врач нашей скорой телевизионной помощи Андрей Орлов, главный врач Самарского областного онкодиспансера. Добрый вечер, Андрей Евгеньевич. И, собственно, к нам пришел Андрей Евгеньевич. Что это значит? Это значит, что мы можем задавать любые вопросы. Он отвечает всегда максимально искренне и легко. И телефон для вопросов 202-11-22. Звоните, пожалуйста, в студию к нам. Не откладывайте звонок до конца эфира. Как правило, их в конце бывает у нас много. Андрей Евгеньевич, если бы мы с вами сейчас начали рисовать табличку, какую-нибудь диаграмму по структуре онкологических заболеваний в Самаре, в Самарской области, то что бы это было? Какая главная локализация и какие бы там стояли процентики? На первом месте традиционно лидирует рак кожи, но мы всегда о нем не говорим, потому что это самый безопасный и относительно безобидный вид рака, если вовремя удален. Но сегодня лето, и одна из разновидностей рака кожи – это меланома. Это небольшая доля этих пациентов, но, увы, это те пациенты, кто, к сожалению, с высоким уровнем летального исхода, то есть с высоким уровнем смертности. И почему я вот на этом акцентирую внимание, на этом процессе, потому что именно летние прямые ультрафиолетовые лучи напрямую способствуют развитию этого заболевания. Это все-таки приверженцы солнца. Это приверженцы. Загар красив, но он опасен. Это лозунг сегодняшнего лета для нашей службы. А традиционно в тройку лидеров – это входит рак толстой прямой кишки, рак молочной железы, рак простаты у мужчин. Увы, лидирующие позиции последние годы как в структуре заболеваемости, так и в структуре смертности занимает именно рак толстой прямой кишки. Да, на первом месте по смертности стоит рак легкого, но сейчас он отодвинут на второе место по итогам 2020 года. Это было связано именно с большим уровнем исследований КТ легких при ковиде. Но колоректальный рак, рак толстой прямой кишки, увы, занимает лидирующие позиции. И связано это в первую очередь именно с нашим образом жизни, с нашим питанием, с избытком животных белковой пищи, животной белковой пищи, красного мяса. А это только по Самарской области или везде в России? Я говорю по структуре именно Самарской области, но традиционно по Российской Федерации в общем структура схожая. Да, в ряде регионов, в зависимости южный или северный регион, структура несколько меняется. Допустим, если мы берем тот же Сибирский округ, там северные наши регионы, то там в большей степени лидирующие позиции занимают рак желудка, рак пищевода. Это опять-таки связано с культурой питания. Во многом это зависит. И для каждой локализации есть свои характерные провоцирующие факторы, которые повышают риск развития онкологического заболевания. Ну, в общем, невкусно, но будем жевать грудку куриную. Нет, нужно обязательно есть белки, должен быть баланс. То есть достаточное количество пищи растительной с грубоволокнистой обязательно должно в рационе присутствовать. Это значительно снижает риск развития именно рака кишечника. А на сегодняшний день в программе всеобщей диспансеризации, и с 25 февраля этого года она возобновлена в полном объеме, есть онкологический компонент скрининга. И там одно из основных направлений исследования – это исследование кала на скрытую кровь. Это общедоступный, общепринятый метод во всем мире. Единственный метод, который используется во всем мире, именно в скрининговых вещах, он направлен именно на выявление, на подозрение развития онкологического процесса. То есть когда появляется кровь, надо переходить на следующий этап и проводить колоноскопию. Маммографические исследования. Они обязаны проводить женщины старше 40 лет раз в 3 года, старше 55 раз в 2 года. Это тоже общедоступный, общепринятый метод во всем мире. Других альтернатив нет. Если моложе, да, используется еще ультразвуковая диагностика. При необходимости МРТ диагностики сегодня она есть, и в Самаре такая возможность есть. Но скрининг – это маммография. Это исследование крови мужчин на простатспецифический антиген. Простой, доступный метод. Но опять-таки он позволяет заподозрить заболевание, а дальше уже переходить на второй этап обследования. И все эти методы скрининговые, они есть, они доступны. Главное – прийти в поликлинику. Более того, законодательно закреплено за работодателем право на один день освобождать сотрудников для прохождения диспансеризации. Потратите один день для себя, чтобы потом… Надеюсь, что работодатели об этом все знают. Многие используют. Андрей Евгеньевич, а вот вы с таким облегчением сказали, что с 25 февраля возобновлена диспансеризация. Но, в общем, наверное, нельзя не вернуться к существующей реальности, зная, что больная тема для всех докторов – это пандемия. Почему? Потому что диспансеризации, во-первых, не было долгое время. И сейчас есть сложности у многих пациентов для того, чтобы пойти в больницу. Так вот, за этот период, что было с вашими пациентами? Увеличилось ли количество запущенных случаев именно в связи с тем, что вот долгое время не обследовались люди? Несмотря на то, что служба сама именно в прошлый год, когда началась пандемия, работала в полном объеме, мы не закрывались ни на один день. Все отделения работали, мы оказывали помощь с учетом всех противопедемических мероприятий всем пациентам. Да, произошло снижение заболеваемости. Но это как таковое снижение. Просто эти пациенты были недовыявлены, они не обращались. И в этом году они начнут обращаться. Пока рано еще говорить, насколько велика эта доля запущенных пациентов, но это имеет место быть. Поэтому мы и говорим о том, что на сегодняшний день не нужно бояться. Поликлиники, да, они работают с колоссальной нагрузкой. Все мы это прекрасно понимаем. Но в каждой поликлинике отведено определенное время, отведены структурные подразделения, врачи, специалисты, кто продолжают проводить диспансерное обследование. Более того, на сегодняшний день в области существует 4 центра амбулаторно-онкологической помощи. 2 в Самаре, это городская больница номер 4, городская больница номер 8. Городская клиническая поликлиника номер 3 в Самаре. И на территории Сызранской центральной городской больницы также существует этот центр. В этих центрах есть все необходимые диагностические исследования, в том числе и для прохождения скрининга. И маммография, и возможность исследования кала на скрытую кровь. Поэтому и эти центры готовы и берут на себя эту помощь в определенных объемах. Поэтому главное, чтобы пациент обращался, записывался в электронном виде. То есть для каждой организации есть свой формат записи. Поэтому это должно быть востребовано. Давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Добрый день. У меня вот такой вопрос. Скажите, существуют ли доказанные факторы, которые могут спровоцировать онкологию? Отличный вопрос, спасибо. Спасибо большое за вопрос. На самом деле для каждого вида, для каждой локализации есть определенные провоцирующие факторы. То есть, допустим, если мы берем рак шейки матки, то уже доказано, что вирус папилломы человека провоцирует развитие рака шейки матки. Хеликобактер тоже одна из бактерий, которая помимо того, что приводит к развитию язвенной болезни желудка, лежит в основе развития рака желудка. Как я уже сказал, то есть опухоли толстой прямой кишки напрямую зависят от нашего питания, от образа жизни, насколько высока доля белковой пищи, насколько дольше, насколько медленнее пища его курится из кишечника, следовательно, и повышается риск воспалительных процессов, а как следствие развитие онкопатологии. Курение наш один из злостных факторов, который приводит к развитию рака не только легкого, но и рака губы, рака ротовой полости, глотки, то есть много факторов. Но на чем бы хотел сделать акцент, что, что бы мы ни говорили, наследственность тоже играет определенную роль, но 75% всех провоцирующих факторов зависят напрямую от нашего с вами образа жизни. Курение, питание, прием, избыточный прием алкоголя. Андрей Евгеньевич, я к пандемии хочу вернуться. Знаю, что сейчас людно у вас в диспансере. И онкология – это же одно из противопоказаний для того, чтобы делать прививку от коронавируса, правильно я понимаю? Нет. То есть все ваши пациенты в основном не привиты? Немножечко не так. Значит, онкологическое заболевание не является противопоказанием. Как любое хроническое заболевание, онкологические пациенты – это те пациенты, кто подлежат вакцинации. Если пациент на сегодняшний день не проходит лечение в условиях онкодиспансера. Потому что если пациент прооперирован, он ослаблен, на самом деле высокий риск развития осложнений. Если пациент принимает лекарственную противопоколевую терапию или же лучевую терапию, то просто воздействие вакцины будет сведено до ноля, потому что вводятся довольно-таки агрессивные методы лечения. Те пациенты, кто находится на диспансерном лечении или же в период между процедурами вакцинируются. Главное – проконсультироваться у врача и оценить те параметры анализов, которые имеют место быть. И если нет никаких противопоказаний, как для любого хронического заболевания, то наши пациенты также активно вакцинируются. Еще один вопрос хотел бы с вами уточнить. Чера читала интервью с онкологами. Он пишет, что пятилетняя выживаемость – это золотой эталонный стандарт в онкологии. И я так поняла, что это же и равенство. Излечение равно пятилетняя выживаемость. Или это речь идет только уже о поздних стадиях? Нет. Это именно тот показатель, который свидетельствует о ряде параметров. И о раннем выявлении, и об излечении, и о качестве проводимого лечения вообще онкологических пациентов. На самом деле у нас в последние годы, вот в период, когда стартовала программа всеобщей диспансеризации, увеличилась доля пациентов, выявляемых на первой стадии. Когда в 2019 году стартовала, в соответствии с указом президента Владимира Владимировича Путина, стартовала федеральная программа борьбы с онкологическими заболеваниями, у нас значительно увеличилась доля пациентов, живущих свыше пяти лет. Если в 2012, 2013, 2014 года у нас пятилетний выживаемость составлял 52,3%, то вот по оперативным данным за 6 месяцев этот параметр уже составляет 59,9%. Это большой рывок для такого показателя, для накопления контингента пациентов. Поэтому, когда мы говорим о лечении, о сроках лечения, о своевременности назначения лечения, все-таки всегда мы делаем акцент именно на раннем выявлении. Чем раньше мы выявим заболевание, тем выше вероятность полного 100% излечения. По ряду локализаций у нас уже на сегодняшний день составляет доля излеченных свыше 95-97% пациентов. И основным методом при ранних выявлений будет всегда хирургический. Опухоль надо удалять. А уже и лучевая, и лекарственная противопухолевая терапия это как дополнительные методы при наличии противопоказаний для хирургии или же при условии распространения процесса. Чем больше процесс распространен, тем сложнее его лечить. Более того, у нас на сегодняшний день есть пациенты с распространенными формами рака той или иной локализации. Например, там пациентка у нас есть с молочной, рак молочной железы. Она живет уже больше 10 лет. Да, продолжает лечиться, но тем не менее она живет и социализирована в полном объеме. Ну, вопрос был связан с тем, что абсолютно дилетантское прочтение. Я понимаю, ну, одно дело услышать, вы излечены, вы вылечены, а и другое дело услышать, вы будете жить 5 лет. Наши пациенты все относятся к диспансерной группе и подлежат ежегодному обследованию. Если через 5 лет у тебя процесс не прогрессирует, ты в любом случае должен ежегодно проводить обследование, потому что, увы, когда происходит генетическая поломка, есть риск развития других форм рака. И такие случаи у нас тоже встречаются. Есть пациенты, кто излечивается и от 2, и от 3, и от 4 различных локализаций продолжают благополучно жить. Андрей Евгеньевич, не стоит и говорить о том, что для успешного исхода лечения необходимо доверие между врачом и пациентом. А вот все-таки какие вопросы правильно задать врачу при первом знакомстве? И вот, опять же, к тому же интервью, о котором я говорила, вообще хорош ли вопрос, например, какую схему лечения на основании никаких гайдлайнов мы будем применять? То есть, вот что, чтобы и пациенту спокойнее было, что спросить сразу у доктора? Первый вопрос, конечно же, это не должно, это должны быть жалобы. Пациент должен описать, что его беспокоит, рассказать о себе, чтобы врач его выслушал. К сожалению, зачастую мы слышим от пациентов уже установленный ими диагноз и ту схему лечения, которую они прочитали в интернете или кто-то им порекомендовал из, так скажем, их коллег-пациентов, кто проходит лечение. Но, увы, на сегодняшний день даже рак одной локализации может у каждого протекать по-разному. Может быть различная его чувствительность и тропность к тем или иным препаратам. Ведь сегодня, опять-таки, благодаря программе борьба с онкологическими заболеваниями федеральными, мы имеем возможность проводить персонифицированный подход к лечению. Мы можем индивидуально подбирать те или иные лекарственные препараты в зависимости от генетических мутаций, которые у всех у нас различные. Опять-таки, при том, что диагноз рак молочной железы свыше двух тысяч женщин ежегодно к нам обращается. Но лечение будет у всех разное. И поэтому, на самом деле, нужно научиться доверять и слушать врача. Да, есть определенные трудности в коммуникации между пациентом и врачом, потому что пациенты информированы. У нас нарративное сегодня общество. Знают гайдлайны. Они знают гайдлайны, да. Они знают эти термины. Они могут читать интернет. Но врачи ведь учатся не просто 6 лет в институте, еще потом минимум 2 года ординатур. Они учатся через всю жизнь. У нас клинические рекомендации меняются и дополняются практически ежегодно. И да, могут оставаться одни и те же препараты, но меняются дозы, меняется комбинация этих препаратов и уже меняются подходы к лечению тех или иных нозологий, тех или иных локализаций. Давайте сходим сейчас на экскурсию к вам в онкодиспансер, посмотрим сюжет, который сняли буквально вчера. Постоянный шум в голове. С такими жалобами участковый врач направил Александра на обследование в Самарский онкологический центр, где подтвердился страшный диагноз. По приезду в нейрохирургии была проведена операция по удалению, частично удалению опухоля. После заживления рекомендована была лечевая терапия. Операции по локализации опухоли в головном мозге уже давно перестали быть для медиков онкодиспансера уникальными. За 2020 год проведена 221 нейрохирургическая операция. За 6 месяцев этого года – 119. Кроме хирургической помощи при борьбе с раком медики используют лучевую терапию. Недавно в Самарском онкологическом диспансере появились еще две современные лучевые установки. Да, у нас новое оборудование. Выполнена замена данного оборудования в рамках национального проекта здравоохранения. Данное оборудование позволяет нам облучать опухоли абсолютно разных размеров с минимальным воздействием на здоровые ткани. Лучевая терапия проводится по показаниям в первую очередь и по всем рекомендациям онкологов Российской Федерации. Чтобы добиться выздоровления пациентов трудятся не только медики, но и физики. После того, как врач нарисовал так называемую мишень, то есть нам нужно ее облучить, то есть максимально обойти здоровые окружающие ткани. И здесь уже начинаются наши кропотливые работы, чтобы подобрать такие поля, такие углы, расставить так поля, арки. Всемирный день мозга, который отмечают 22 июля, повод подумать о своем здоровье и уделить ему дополнительное внимание. И даже если серьезный недуг коснулся главного органа центральной нервной системы, важно знать, что лечение возможно и нужно. Это программа «Звоните доктору». Сегодня у нас в гостях главный врач Самарского онкодиспансера Андрей Орлов. Андрей Евгеньевич, не случайно мы посмотрели именно такой сюжет. Сегодня 22 июля, Всемирный день мозга. И, конечно, опухоль мозга, это, наверное, одна из локализаций, которая больше всего пугает, которую называют таинственной, и которая, насколько мне известно, не очень хорошо излечивается. Ну вот, какие методы вы применяете и на самом деле как она излечивается у нас? Ну вот, наш самарский онкодиспансер на самом деле имеет для онкослужбы это вообще уникальное отделение нейрохирургии. Не каждый регион, это единичные регионы, где есть нейрохирургические отделения. В основном это федеральные центры. Мы имеем такую возможность, это отделение было открыто в свое время, и сегодняшнее оперативное вмешательство это уже зачастую рутинные методы лечения, хирургические, я имею в виду, хотя все больше и больше мы внедряем и малоинвазивные, микроскопические. У нас в этом году в рамках федерального проекта поступил уже микроскоп смонтированный, сейчас проходит обучение специалистов, что позволит уже микрохирургические вмешательства проводить на органах головы, шеи. и это вот одни из тех методик, которые на самом деле очень важны с целью сохранения функции, функции, за которые отвечает головной мозг, начинает речевых, опять-таки, вроде бы для нас обычных, но очень важных любых двигательных функций. Вот этот сюжет, один из примеров, что у пациента большое поражение было, мы видели, тем не менее, он двигательно и активно сохранен полностью, то есть он адаптирован к этой жизни и после полного лечения и наблюдения дальше будут закрыты все дефекты и пациент продолжит обычную свою жизнь. Более того, в рамках, опять-таки, федеральной программы у нас в прошлом году поступили два лучевых новых ускорителя и один из них с возможностью проведения радиохирургических методов лечения. Это, ну, если говорить обывательским языком, тот кибернож, за которым зачастую уезжали раньше в другие регионы. Теперь мы имеем возможность проводить и данные методики при тех или иных локализациях. Самая большая проблема это все зависит от уровня поражения, от глубины поражения и от характера морфологии опухоли, первичной опухоли, насколько она агрессивна, вторичная, то есть метастаз и насколько он агрессивен. От этого и зависит тактика лечения и возможность дополнения одного метода и другого. Да, давайте звонок послушаем. Алло, здравствуйте. Здравствуйте. Добрый вечер. Добрый вечер. У меня вот какой вопрос. Скажите, пожалуйста, как все-таки можно диагностировать наличие рака у тебя в организме? Ну, вот я знаю, что есть онкомартеры и знакомые мои многие сдавали и ничего не показывало. А какие-то другие исследования, ну, что-то типа биопсии, когда уже вмешиваются непосредственно в опухоли, они вроде как опасны. Вот. Каким образом диагностируется сейчас опухоль? Спасибо большое. Спасибо. Мы немного говорили про скрининг. Да, мы говорили немного в программе. Самое основное, конкретных каких-либо маркеров на сегодняшний день в мире не существует. Все те онкомаркеры, которые мы используем в своей работе, а у нас есть весь спектр онкомаркеров в диспансере, он направлен уже или на подтверждение опухоли, когда есть подозрение на тот или иной процесс, или на уточнение прогрессирования той или иной опухоли. Основные методы диагностики, это я уже повторюсь, маммография, это исследование кала на скрытую кровь, это цитологическое исследование мазка шейки матки, это флюорографическое исследование легких или КТ-диагностика грудной органов грудной клетки легких. То есть это вот банальные, простые манипуляции, которые должны проводить. Дальше уже, если возникнет подозрение, надо переходить на второй этап диагностики и проводить уже более углубленные исследования, в том числе и инвазивные. Ведь биопсию делать нужно тогда, когда же есть то или иное образование, чтобы подтвердить, добро это доброкачественная опухоль или зло рак. Только с этой целью. Поэтому используйте банальные скрининговые методы диагностики. Я вот при каждой нашей встрече пытаюсь выпытать у вас, когда же наконец будет изобретено лекарство, которое вылечит рак одним уколом. Но если серьезно, то по поводу новых методов лечения. Вот сейчас очень много говорят об иммунотерапии в области онкологии. И знаю, что не так давно двое ученых, американские и японские, получили премии нобелевские. Применяете ли вы эти методы и насколько успешно? На сегодняшний день эти методы стали уже и для нас рутиной. То есть, на самом деле, буквально три года назад, когда у нас появился только первый пациент, увы, у нас не было возможности, чисто финансово были ограничены возможности использования данных препаратов, то за счет того, что выделяются средства по федеральному проекту, средства обязательного медицинского страхования, у нас эти пациенты уже меряются десятками. То есть, при наличии показаний и отсутствии противопоказаний у нас используются все современные иммунологические препараты для лечения той или иной локализации. Да, там большой спектр, увы, и противопоказаний для назначения этой терапии. Да, есть определенная этапность перехода с одной линии на другой, на другую, то есть более простой схемик, более сложный, а иммунотерапия это более сложная. Такая возможность есть. И то, о чем мы с вами говорили, именно персенифицированный подход, то есть возможность исследования тех или иных генетических мутаций и позволяет нам назначать иммунологические препараты. Но тем не менее, вот если банально сказать, вырезать, вытравить, сжечь, то есть те три метода, которые главным образом применяются сегодня, они и применяются. Они и применяются. Это везде во всем мире самые принятые, самые доступные, и пока ничего нового, другого и не придумано, и, наверное, будет просто тот или иной метод добавляться различными новыми технологиями. Та же лучевая терапия, да, уже появляются новые изотопы, которые подсаживаются на молекулы лекарственных препаратов, и уже они подходят к опухолевой ткани. То есть движение идет вперед, и в том числе и в российской науке, и сегодняшние изотопы мы уже и у себя в диспансере используем, когда вводится непосредственно радиоактивный препарат в ту или иную опухоль, то есть у нас есть при раке предстательной железы, мы уже подобные технологии также используем, движемся вперед. Почему-то я когда готовилась к программе, меня не оставляло ощущения связи, очень похожести коронавируса и онкологии. При онкологии же тоже иммунная система не распознает злокачественные клетки и не убивает их, то есть они там каким-то образом прячутся. И почему я заговорила с вами про иммунотерапию, может быть, как вы считаете, за ней вообще будущее или нет? Нет, на самом деле иммунотерапия это вот сегодняшние реалии, это движение вперед и уже иммунотерапия используется не только в онкологии, но уже и в ревматологии давно начали использоваться иммунологические препараты, в кардиологии, то есть это все-таки персинифицированный подход к той или иной патологии. Да, рак это безмерное, безопредельное деление своей ткани, то есть когда организм перестает контролировать деление тех или иных собственных клеток и когда для этого пусковым механизмом является или поломка генов или иные провоцирующие факторы, иммунная система не в состоянии это распознать и затормозить, поэтому и используются эти препараты сегодня. А вот если бы у вас была возможность получать средства не целевые, куда бы в большом объеме, куда бы вы большую часть направляли в скрининг или в оборудовании? В первую очередь скрининг. Все-таки мы должны говорить именно о профилактической медицине, мы должны именно проводить исследования с целью выявлять на ранних этапах хронические заболевания, к которым относится и рак. Чем раньше мы выявим, тем быстрее мы сможем вылечить пациента, тем меньше средств мы потратим, потому что, увы, на сегодняшний день мы на самом деле тратим колоссальные средства на пациентов, которые уже обращаются к нам в запущенной стадии, то есть, и которым требуется уже и два, и три метода лечения, комбинированное, комплексное лечение, когда используется и хирургия, и лекарственная терапия, и лучевая терапия, и, если говорить даже о той же иммунотерапии, на одного пациента в год тратится в зависимости от препарата от пяти до восьми миллионов, а этих пациентов уже по некоторым нозологиям десятки, сотни, тысячи. Поэтому, увы, лучше всегда выявить на ранней стадии, это будет в любом случае и для пациента более безопасно, потому что любая наша методика, она агрессивная, и она приводит к различным осложнениям. Сложнейшая задача вам в течение 20 секунд, раз уж сегодня Всемирный день мозга, можете сказать основные методы профилактики именно для мозга? Научитесь себя любить, дорожить собой и вовремя разгружать мозг, занимаясь физической нагрузкой. Вы умеете? Стараюсь, иногда получается. Благодарю. Итак, сегодня в студии был главный врач самарского онкодиспансера Андрей Орлов. Мы говорили о мозге главным образом и о раке в том числе различной локализации. Увидимся с вами ровно через неделю. Спасибо, что были с нами. До свидания. Спасибо. До свидания. Редактор субтитров А.Семкин